День добрый! Еще великий греческий философ Сократ мкнулся ее спровоковать, как выявить помылки своих оппонентов. У ее, как кажется, народжается истина. Спрэчкой можно назвать публичное обмеркование какого-нибудь выступа, обмен думками и дискуссию. А кроме того, есть еще значение оспрэчвания права на володание майомости, например, по спадщине и на некоторых других условиях. Слово «спрэчка» использовалось уже в середине 19-го года и зафиксировано оно было, правда, в двух формах – «спрэка» и «спрэчка». У большинства случаев слово «спрэчка» обозначается поборность на словах, когда люди приводят некие обдуманные аргументы. Главное – правильно их подобрать, чтобы спрэчка не переросла в сварку. Следующее слово мы используем, может быть, и не часто, но процессом, который оно обозначает, используемся лишь не сто раз на день. Сто раз на день. Пачатак гэтаму слову дало ці серыдня верхненемецкая цінова верхненемецкая слова «меркан», якое обозначало «брать спад увагу», «намячать». У старой беларускай мові дзеяслову вядомы с 16-го стагодзе. Иснують навык розныя формы гэтага дзеяслова у дайлектах – и «мергуваць», и «меркуваць». Значэні таксама розныя – и «разважаць», и «брать спад увагу», а таксама мець некие планы. Это значыць нечто мець в плане, аж цевець. Гэтый жест – гибузмах чаровной палачки притягвае думки. Исэправды, можа не здарма вы пачэсвым патыліцу. Трэба сказаць, што слово «патыліца» часто фігуруя у некоторых устойливых словозлучэнях. Так, напрыкад, ў сучасной беларускай мові чухаць патыліцу абазначае быть заклапочаным чым-небыць. А, напрыкад, ў словніку Насовіча зафіксаваны такі выраз. Пачэшш патыліцу – это значыць, што будзеш пранешта вельми шкадаваць. Слово «патыліца» трэба суадносіць со словам «тыл», якое развілося з праславянскай формы «тыці», што бы значала становіцца тоўсты – лустець. На сёня я з вами развітваюся. Пішыці, аб яких словах беларускай мовы вам хатэлася вдавіляцца болі. Шчасліва!